Ремонт для инвалидов. В здании бывшей городской поликлиники в доме 1039 поселка ГЭС с ноября прошлого года шла реконструкция. На капремонт из федерального бюджета направили почти 30 миллионов. Теперь здесь расположится центр медико-социальной экспертизы. Сегодня проделанную работу и текущие задачи оценили мэр и курирующий это направление в Госсовете Республики депутат Светлана Захарова. Основная часть работы уже выполнена, но не все помещения готовы принять гостей. Поэтому людям, проходящим обследование для определения группы инвалидности, пока приходится уютиться на первом этаже. На этом этаже должно сидеть по проекту два бюро всего, а тут сидит сейчас семь. Всего же в центре будет размещено 10 бюро. Из них 5 для взрослого населения, 2 детских, 1 психиатрическое и 2 отделения главного экспертного состава. Все бы хорошо, но имеется серьезная проблема с парковкой. Ее у центра вообще нет. Мы можем вот сюда поставить между двумя деревьями, сделать одно машино-парковочное место, поставить туда знак для инвалида-колячника, его специально привезли, машина туда встала, аккуратно выпустили. Василь Шехразеев предложил примерный план небольшой парковки, которая сможет обеспечить подъезд к зданию с двух сторон. Если этот проект удастся реализовать, то одним серьезным вопросом станет меньше, а эффективность работы учреждения только вырастет. После того, как мы сегодня изнедрим всю систему, система электронной очереди, запись, и также будет создана комфортная условия, зал ожидания, я думаю, будут созданы для населения такие условия, чтобы уже они не чувствовали себя ущербными. Центр медико-социальной экспертизы сможет принимать более 100 пациентов в день из 8 районов республики. Это будет второй по масштабам после Казанского центр в Татарстане. Полностью сдать объект планируют к концу июня.